Новоиспеченные чемпионы На итоговый успех надеялись, ведь за 4 дня до старта всероссийского финала юные футболисты ДЮС США выиграли первенство зоны Урал и Западная Сибирь. Самые сильные, кстати, в России. Некоторые дети в старшем возрасте такого не знают и не умеют делать, как наши дети 2007 года. Потому что подобрались именно индивидуально очень сильные игроки. Один из таких умница на поле и отличник в школе Илья Кошелев. Скорость, техника и футбольное мышление в его возрасте редкое, по словам тренера, сочетание. Игорь Шин учит своих подопечных больше владеть мячом и меньше нарушать правила. Отсюда и еще одна награда турнира – кубок «Фэйрплей». Он дается за честную игру. На финале мы не получили ни одной желтой карточки. Ну и мы не получили, и нам дали кубок. Все, отдыхаем пять минут. Можно передачки поделать. Потом диагональ меняем. После обеда тренируется большая часть команды. Делая упражнения, появляется техника. Слушая наставника, доходят его тактические задумки и понимание игры. Все это помогло в нужный момент выйти и сыграть на победу, как и учили тут. Я позвонил, папа взял трубку, и он спрашивает, как вы сыграли, выиграли? Я сказал, да. И он сказал, молодцы. Почему мы не атакуем слева? Ты умеешь это делать. Почему не атакуешь? Егор, почему не атакуем слева? Все под право убирайте. Головокружением от успехов здесь и не пахнет. Сочковать на тренировках не в привычках этой команды. Даже после большой победы в раздевалке тренер был с ребятами лаконичен и деловит. Вот этот момент, вот эти все качества, то, что вы как отдавались этой игре, вы должны выкладываться в следующем сезоне. И чтобы расти, надо выкладываться в каждой игре. Помощник наставника на площадке и вне ее капитан, защитник Егор Сергеев. В свои 10 лет он понимает, в чем его миссия. Лидер команды. И как и на поле, так и в быту. Следить за командой, чтобы они не нарушали режим. В решающих играх, полуфинале и финале дисциплина и мастерство помогли ямбургским футболистам 16 раз огорчить соперников. Сами пропустили при этом лишь дважды. Возможно, с будущими звездами российского мини-футбола беседовали Константин Портных, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.